Безопасность и стабильность являются высшими ценностями белорусского народа. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 23 февраля на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу во Дворце Независимости. О празднике современной армии в материале Андрея Соболевского. Самоотверженный ратный труд в особом почете у белорусского народа. В борьбе за свободу и независимость Отечества люди в погонах продемонстрировали всему миру непревзойденные образцы мужества, доблести и отваги. На протяжении многих десятилетий эта дата 23 февраля сплачивает все общество благородной идеей служения и защиты родного Отечества. Безопасность, стабильность являются высшими ценностями белорусского народа. Отдавая дань уважения военнослужащим всех поколений, мы помним, какой ценой нам достался мир и спокойствие на нашей земле. События последних лет наглядно демонстрируют, что мир вступил в новую реальность, где конфронтация не прекращается ни на минуту. Беларусь вынуждена гибко реагировать на изменения обстановки, что нашло отражение в основных положениях новой военной доктрины. В ней, как и прежней, сохранена оборонительная направленность. В то же время в новом документе учтены все возможные варианты развязывания агрессии. Заявлено о готовности в отстаивании своих национальных интересов проведением комплекса мер стратегического сдерживания с целью недопустившения нападения, а в случае развязывания агрессии решительным применением военной силы. Несомненно, эти меры будут реализованы на практике. И для этого у нас есть все необходимое. Во-первых, высокий патриотизм нашего народа. Во-вторых, наша способность, особенно вооруженных сил, отстоять суверенитет и независимость. Третье, всенародное уважение к людям в погонах. По сложившейся традиции, президент Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Духовнику Можиловскому Игорю Владимировичу. Духовнику Крутко Сергею Григорьевичу. Получение генеральского звания – это, конечно же, долгожданное событие. Когда человек подходит к получению этого звания, то, уже имея опыт, он понимает, что это и большая честь, и большая ответственность. Спасибо большое. Последняя неделя февраля в Беларуси прошла под знаком главного мужского праздника – Дня защитников Отечества и Вооруженных сил. Он среди наиболее любимых и почитаемых в народе. В нашей стране его отмечают повсеместно. Главные события – развернулись в столице. Здесь, во Дворце Республики, собрались юные суворовцы, увеленные сединоветераны, офицеры и генералы. Но даже в празднике люди в погонах говорили о службе. Профессия обязывает. Год в войсках стартовал энергично. Стрельбы, учения, боевые пуски, внезапные проверки. Ратный экзамен на профессиональное мастерство вооруженной силы успешно выдержали в ходе недавних масштабных учений. Погодные условия, сложная тактическая обстановка, нестандартные командирские решения. Все это не оставляет сомнений. Национальная армия готова выполнять самую современную задачу. Сейчас наблюдаю за жизнью вооруженных сил Белоруссии. И меня радует, что абсолютное большинство и офицеров, и прапорщиков, и рядового состава, в том числе и контрактников, исключительно добросовестно относятся к тем обязанностям, которые на них возложены. Взятая высота тут же перестает быть вершиной и становится фундаментом для новых побед. Вот формула подготовки по-белорусски. Развитие и строительство армии – процесс непрерывный. Быть в тонусе – значит двигаться и мыслить на несколько шагов вперед. Вместе с тем появились новые вызовы и угрозы безопасности. Имеет место активное применение на практике геополитическими субъектами, террористическими и экстремистскими организациями новых концепций и механизмов смены государственной власти в других странах. Изменение их конституционного строя. Нарушение территориальной целостности путем провоцирования внутренних вооруженных конфликтов. И мы должны быть готовы и способны реагировать на эти вызовы и угрозы. Компактная, хорошо обученная и оснащенная армия – инструмент не ведения, а предотвращения войны. Но какими бы мощными ни были вооруженные силы, в современном мире обеспечить собственную безопасность в одиночку невозможно. Весомый вклад в поддержание мира и безопасности вносит эффективное военное сотрудничество с братской Россией, странами организации договора о коллективной безопасности, на основе четко сформулированных позиций Республики Беларусь по вопросу обеспечения национальной безопасности в военной сфере и выполнения союзнических обязательств в рамках системы коллективной безопасности. Россия – основной стратегический партнер Беларуси. Братские народы связывают не только общие границы, но и глубокие исторические корни, в том числе общая победа над нацистской Германией. Воинские традиции бережно хранит новое поколение защитников Отечества. Нам сейчас приятно, что в современных условиях солдаты умножают, совершенствуют наши боевые традиции. Праздник завершился большим концертом. На сцену Дворца Республики вышли известные коллективы и молодые исполнители. Для них, как и для присутствовавших в зале курсантов военных вузов, вставших в строй защитников Отечества, все только начинается. Продолжение следует...